Достойная коллекция интерьерных часов. Напольные, настольные, настенные. Обновленный магазин часы. Удивим ассортиментом, порадуем качеством. Советская 44. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Чибис проверил, как идет капитальный ремонт и переселение известного жилья. Живой сюрприз! Вот черви. Они у нас немножко подпрятались от жары. Откуда в манной крупе, которую приобрел оренбуржец черви? Не оправдала надежд. Оренбурженка, воспользовавшись целевым набором, выучилась на врача, а работать не захотела. Ей были выплачены подъемные 100 тысяч рублей, было предоставлено жилье. В чем разочаровалась новоиспеченный врач-психиатр и много ли в Оренбуржье таких дипломированных углонистов? В Роспотребнадзоре наконец установили, кто травит жителей промышленного района Оренбурга. Источником загрязнения воздуха вновь стала компания Крокус Сити Оилл, расположенная на территории бывшего завода РТИ. Весной жители Маяка не раз жаловались на запах газа и нефтепродуктов. Специалисты Роспотребнадзора и экологи организовали проверку и выяснили, что зловоние исходит от предприятия Крокус Сити Оилл. В середине мая по решению Ленинского районного суда Оренбурга компания была обязана приостановить деятельность до устранения нарушений. Однако постановление суда предприниматели проигнорировали. Предприятие в мае и июне продолжало работать. Более того, экологами, выезжавшими по жалобам на запах газа от жителей промышленного района Оренбурга, в конце мая и в июне 2015 года в воздухе зафиксировано предвышение ПДК по серу водороду более чем в два раза, по метилбензолу почти в пять раз, по диоксиду серы в один и два раза. 1 июля судебные приставы совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали на предприятие и опечатали все оборудование. После этого жалоб от жителей на запах газа больше не поступало. И отмечу, что фирма Крокус Сити Оилл не первый год травит жителей Оренбурга. В прошлом летом компания, занимающаяся хранением и переработкой нефтепродуктов, была оштрафована на десятки тысяч рублей, но нарушения, по всей видимости, так и не устранила. Очевидцами города размером с черешню сегодня стали оренбуржцы. Эти снимки сделаны в районе аэропорта. Всего за несколько минут землю покрыл слой льда. Вообще же, по словам представителя гидрометцентра, дожди, которые пришли на смену аномальной жаре, продлятся недолго. Количество осадков уже на этой неделе снизится, а вот температура будет расти. К четвергу столбик термометра вновь перевалит за 30 градусов. Капитальный ремонт, переселение из аварийного жилья и другие вопросы, касающиеся строительства и ЖКХ, сегодня обсуждали в Оренбурге. В совещании принял участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Он лично посмотрел объекты и даже поговорил с жильцами. Причем дома, куда поехать, он выбирал сам. Заместителем министра в объезд отправился и мой коллега Юрий Мишенин. Вы же из аварийного жилья переселились, да? Ну, у нас не аварийный, ну, старый жилья. Так, ну, по качеству дома. Ну, естественно, жить в полуподвале или жить на втором этаже. Этого дома не было в рабочем плане заместителя министра. Его он выбрал сам по интернету и сам решил поговорить с людьми. В этот новый дом их переселили из аварийного жилья, потому отзывы только самые положительные. Светло, тепло, температура в квартирах зависит от самих жильцов. У них газовые котлы. К слову, от людей теперь зависит многое. Капитальный ремонт тоже. Как пример, вот эти два дома на проспекте Победы. Один построили в 1954 году, второй в 1957. И капитального ремонта здесь не было ни разу. В прошлом году за счет средств фонда реформирования ЖКХ отремонтировали кровлю, в этом взялись за фасад. Из девяти с лишним миллионов, почти 400 тысяч рублей, собрали сами жильцы. В дополнение собственники приняли решение. В прошлом году поменяли систему отопления чисто по целевому сбору. То есть они собирали дополнительно к капитальному ремонту целевые деньги, провели замену верхнего розлива, изоляцию провели. На сегодняшний год они запланировали также провести ремонт подвальной части системы отопления. Все нормально. Ну хорошо. Крыша не течет, не знаете, от соседей. Нет, нет. А текла? До этого не текла. Сейчас нормально. Сейчас же нормально. Заместитель министра по традиции и в этом доме поговорил с жильцами. И опять остался доволен. И ремонтом, и инициативой людей. На капитальный ремонт средства из федерального центра будут поступать, но в меньших объемах. Потому все будет зависеть от активности региональных властей и собственников многоквартирных домов. Соответствующие федеральные средства и федеральная поддержка будет, пусть она будет не в большом объеме, но такие решения приняты. Но отсутствие средств из фонда никоим образом, я просто, важно, никоим образом не может и не должно влиять на программу капитального ремонта. Почему? Потому что люди, вы знаете, уже с 2014 года платят взносы. И эти деньги аккумулируются в региональном операторе, либо на спецсчетах. И принципиально важно, чтобы мы не тратили ни одной недели, ни одного дня, ни одного месяца и организовали капитальный ремонт на квартирных домах. Собираемость взносов за капитальный ремонт в области пока не очень высока, но с каждым месяцем она растет. Власти уверены, что после того, как уже в этом году начнутся ремонты, и люди увидят, что их деньги работают, платить станут все. Каждый человек должен понять, что он не просто собирает деньги на 15-20 лет вперед, хотя и это имеет место. Но в этом году мы уже должны людям дать понять, что мы начали работать. Юрий Мишинин, Вадим Нечаев. Наше время. Побывал Андрей Чибис сегодня и на Оренбург-Водоканале. Посмотрел, как идет модернизация Южноуральского водозабора, который является одним из основных источников водоснабжения областного центра и требует реконструкции. На эти работы были выделены 1 миллиард 200 миллионов рублей, но в последнее время изменилась документация, пришлось немного перекраивать земельный участок. Было составлено дополнительное соглашение, которое отправили на подпись Москву, но оно до сих пор остается без ответа. Произошла корректировка отдельных моментов строительных конструкций. И для того, чтобы подрядчик сейчас мог активно заниматься именно работой в рамках строительства этих конструкций, нужно согласование Министерства строительства Российской Федерации. О чем, собственно, я попросил сегодня Андрея Владимировича ускорить подписание ДОП-соглашения. Вопрос возник, завтра же проверим, разберемся, в чем там момент. И, естественно, мы окажем, ну и оказываем в рамках этого проекта, окажем всю необходимую помощь для того, чтобы проект был завершен в установленный срок. К другим темам. Живая начинка. Житель Оренбурга купил манную крупу и обнаружил в ней червей. Мужчина уверен, этот неприятный сюрприз ему подложили в фирменном магазине «Хлебопродукт номер два» и говорит, что сам он подбросить живность в надежно запечатанный пакет никак не мог. Между тем, убедить в этом производителей у разочарованного и, к слову, оставшегося голодным оренбуржица не получилось, не вернули ему и деньги. Почему? Мнение сторон выслушала Ольга Патрушева. Натуралистом Сергей никогда не был, но стал им поневоле. Во всяком случае, о жизни червей в пачке с манкой может рассказать много. Вот черви. Вот они у нас немножко подпрятались от жары. Надо просто их в холодок. Вот они вылезут все. Странную кашу с мясом от хлебопродукта номер два Сергей Максимов покупает не впервые. Эта пачка манки ему досталась в обмен на другую, которая также была с неожиданным сюрпризом. Первую партию ему обменяли, вторую – отказались. Поговорят, что это якобы у вас. Ну, я говорю, ну как вот так у нас? Ну, мы повернулись и ушли, потому что я знаю, что это не у меня. Вот, потому что сами понимаете, что если они тут как бы появились, то значит, они тут и были. Манка с червями сегодня побывала в руках и у специалиста предприятия хлебопродукт номер два. Юлия Николаева живность в упаковке увидела, а вот повод для паники нет. Вы так уже грубо не называете черви? Это личинка огневки. То есть, это тот вредитель, который может завестить в натуральном продукте мукомольно-кропяного производства. В общем-то, если мы яблоко увидим с червоточиной в обморок не падаем, а здесь уже, получается, люди в обморок упали. И как тут не ужаснешься, увидев такое, и кто бы стал это есть. Но специально, уверяет Юлия Николаева, добавлять червей в крупу никто не собирался. Более того, дезинфекцию из клада они проводили в мае, а дата фасовки здесь – июнь. Зараженность возникла, скорее всего, в результате нарушения температурного режима хранения. Или у покупателя, или же в магазине. Это уже будем разбираться. Жара, вот и все. Но больше всего нас удивили продавцы того самого магазина, где Сергей приобрел манку. Этой крупы там не оказалось. И более того, ее здесь не было три месяца. Это я точно говорю, потому что у меня внучка, я хотела купить манку. Вот я здесь работаю третий месяц, и манки не было. Да? А все манки здесь нет? Не было здесь манки. Она была у них зимой как-то раз-два и все. Возможно, всю манку убрали с прилавка еще до нашего приезда. А возможно, Сергей и правда напутал магазин. Но так или иначе, на упаковке марка хлебопродукт-2. И кому предъявлять претензии, мужчина не сомневается. Требует вернуть деньги. Для этого обратился в Роспотребнадзор. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. И добавлю, что мы попросили специалистов Роспотребнадзора прокомментировать эту ситуацию. Ответ планируем получить в ближайшие дни. Еще из новостей понедельника. Виновник смертельной аварии отправился за решетку. Напомню, ДТП, в котором погиб учитель и пострадали три школьницы, случилось в январе на трассе Оренбург-Элег. На 38-м километре автодороги столкнулись ВАЗ-2106 и Лада Ларгус. В Ладе, помимо водителя, находились четыре человека. Это школьный учитель и три его ученицы. Они возвращались с Олимпиады по УБЖ. Мужчина погиб, а остальные пассажиры с травмами были доставлены в больницу. И вот накануне Оренбургский районный суд вынес приговор виновнику ДТП, водителю шестерки. Как выяснилось, в тот день гражданин Таджикистана сел за руль пьяным. Установлено также, что в России он пребывал нелегально и 10 лет пользовался поддельными документами. Водительских прав у мужчины тоже не было. Тем не менее, вердикт оказался довольно мягким. Три года лишения свободы. Смертельно опасная находка. Трагический и нелепый случай довел 14-летнего Оренбуржца до больничной койки. Как сообщают правоохранители, молодой человек нашел канистру с бензином и случайно поджег себя. В результате получил серьезные ожоги 25% тела. Сейчас подросток находится в 4-й городской больнице. По предварительной информации, у юноши ожоги 2-й и 3-й степени. Ранее сообщалось, что его подожгли сверстники. Однако в полиции эту версию опровергают. Предварительно установлено, что он причинил ожоги сам себе по неосторожности. Он нашел на улице Котова города Оренбурга канистру с жидкостью. При проверке содержимого канистра пролил жидкость на себя. После чего зажег зажигалку, от которой вспыхнула одежда. Чтобы вложения в целевой набор не оказались бесцельно потраченными. В Центральном суде Оренбурга сегодня приступили к рассмотрению беспрецедентного дела. Ответчиком оказалась новоиспеченный врач-психиатр. Большие надежды на девушку возлагал областной психоневрологический диспансер. Воспользовавшись целевым набором, ей оплатили обучение в интернатуре. После предоставили рабочее место в Бузулуке. Молодому специалисту сняли квартиру, выдали 100 тысяч подъемных и регулярно выплачивали стипензию. Однако вместо обещанных пяти лет она проработала вдали от дома только пять месяцев. После чего уволилась по собственному желанию. Чтобы вернуть все средства, вложенные в начинающего психиатра, работодатели обратились в суд. Как отреагировала на это ответчица, знает Екатерина Киселева. Она должна была стать психиатром в Бузулугской больнице, а стала ответчицей в Оренбургском суде. На Ольгу Халицкую в областной психиатрической больнице номер 4 возлагали большие надежды. И на ее образование и содержание не скупились. Ей были выплачены подъемные 100 тысяч рублей. Было предоставлено жилье, за которое оплачивала также больница. Про ее прохождение интернатуры она получала стипендию, которую оплачивала также больница. Но целевой набор ожиданий девушки не оправдал. Ведь в Бузулуге ей сулили золотые горы, а встретили сплошными трудностями. Оказалось, хрупкие девичьи плечи к ним совсем не готовы. Мне не предоставили квартиру, я жила неделю за свой счет, на своем квартире. Работодатель предложил мне жить в больнице, в палате. Он мне показывал квартиру, вернее даже комнату в общежитии. Там комната была очень маленькая, везде валялись окурки, матрас какой-то валялся. То есть ужасно вообще. Квартиру Оксане все-таки сняли за целых 15 тысяч рублей. Но сразу после новоселья она расстроилась от требований трудового договора. Я должна у них отработать не менее 5 лет с момента официального устройства без ухода в отпуск, по уходу за ребенком. То есть я 5 лет, и уходу за декрет. В общем, вместо 5 лет начинающий психиатр протянула на новом месте только 5 месяцев и 19 дней. После чего написала «Прошу уволить по собственному желанию». И ушла не в декрет, а в родной город. И вот тут уже возмутился областной психонологический диспансер. Медики взялись за калькулятор, подсчитали затраты на насучившегося специалиста и обратились в суд. Долг ответчика составляет 193 тысячи рублей. И также договором предусмотрены санкции в виде наложения штрафа в размере 386 тысяч. На основании чего сумма ущерба представлена в ИСЦУ составляет 579 тысяч. И Оксана, и ее адвокат сразу обозначили. Подъемные 100 тысяч может еще и вернут. А вот стипендия, плата за съемную квартиру – это дела пусть недавно, но минувших дней. В первом месяце отыскания суммы наложения штрафа за выполнение договора в размере 386 тысяч рублей противоречит нормам трудового законодательства, так как данный штраф не является прямым действительно ущерба. Такие дипломированные уклонисты случаются в каждом наборе. Все они с удовольствием беспноучатся и подают большие надежды, а после капитальных финансовых вложений уходят по-английски. Правда, почти всем все же приходится возвращать вложенное. В 2014 году это было 15 человек расторгли целевые договора. В 2015 году на данный момент 9 человек расторгли целевые договоры. Все добровольно вернули компенсационные выплаты. Но вот в этом году имеется такой инцидент в Бузулукской больнице. Что противоречит нормам законодательства, а что нормам морали в данном случае будут выяснять служители Фемиды. А вот бузулукские медики в следующий раз сильно подумают, вкладываться ли в начинающих перспективных, но не всегда благородных и благодарных специалистов. Это первый раз в нашей практике. Есерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. И еще на тему медицины. Оренбуржий один из лидеров по алкоголизму в Приволжском федеральном округе. Сегодня в библиотеке имени Крупской прошел круглый стол, на котором чиновники, врачи и общественники обсудили проблему алкоголизма и наркомании. Область наша, к сожалению, если в наркомании мы видим тенденцию и к уменьшению, и к стабилизации, то по алкоголизму, особенно по этой паленой водке, каждый должен это услышать и знать, мы немножечко впереди даже в Приволжском федеральном округе. На учете в областном наркологическом диспансере состоят около 2000 наркоманов и 36 тысяч человек, зависимых от алкоголя. И это только официальные цифры. Неофициальных, конечно, гораздо больше. По мнению Владимира Корпеца, в последние годы стало очень много молодых людей, больных алкоголизмом, которые умирают от разложения организма. И здесь ответственность за здоровье нации полностью лежит на семье. Именно родители должны контролировать своих детей. Наши детки, наши вот эти вот существа беззащитные, они уподобляются своим родителям поведение, они копируют это поведение и в итоге становятся не просто алкоголиками, а уже генетически детерминированными алкоголиками. И как раз вот они умирают 28, 29, 30 лет от полного разложения организма. А накануне в Оренбурге финишировал автопробег «Россия – трезвая страна». Стартовал он в Москве 26 июня. Участники автопробега побывали во Владимире, Нижнем Новгороде, Пензии, Самаре. И направлена акция была на борьбу с алкоголизмом и наркоманией. Непреодолимые препятствия. Проблему инвалида из Оренбурга Дмитрия Киреева не могут решить уже много лет. Хотя просьба элементарная – установить в подъезде пандус. 20-летний юноша с детства прикован к инвалидному креслу, у него ДЦП. Дмитрий вынужден находиться в плену своей квартиры. Чтобы выйти на прогулку, его родителям приходится в буквальном смысле носить взрослого парня на себе. Со своей проблемой семья обращалась в разные инстанции, но везде отделываются лишь обещаниями. Почему обычный вопрос оказался сложным для исполнения, Екатерина Волкова пыталась понять. Вот мы таким макаром его спускаем. Эти шесть ступеней для родителей Дмитрия – непреодолимая преграда, а для сына – настоящее испытание. Когда кто-то из взрослых на работе и помочь некому, прогулки могут и вовсе не состояться. Ну а если уж вышли, то приходится приспосабливаться. Поднимаем мы его вот так. Руки сюда. Это он их сам закладывает, уже знает, что их надо туда. Потому что они мешать будут. Для того, чтобы закончились мучения, родители Дмитрия обратились в ЖЭО. Попросили установить в подъезде пандус. Там пообещали конструкцию смастерить, если не против будут соседи. Но преградой оказалось вовсе не это. В подъезде нам сказали, что никак не можно установить, потому что узкий прогал в связи с пожарной безопасностью дома. Если что-то случится, то уже никак. Хотели нам сделать откидной пандус, но тоже почему-то они отказались это делать. Непонятно почему. В общем, все ссылаются друг на друга. За год семья Киреевых обошла десятки инстанций, но обещанный пандус в их подъезде так и не появился. Как утверждает самой мэрия, за два года специальных конструкций для спуска и подъема в Оренбурге было установлено не так уж много, хотя программа по реабилитации инвалидов работает несколько лет. В прошлом году по ряду адресов было принято решение об установке пандусов, которые мы реализовать технически просто не смогли, потому что жилой фонд не позволяет нормы действующего законодательства, там СанПИН и так далее, не позволили нам реализовать эти мероприятия. И на сегодняшний день мы рассматриваем любые другие варианты, как мы можем обеспечить доступность. И все же специалисты посоветовали семье Дмитрия обратиться в администрацию их округа. Только в этом случае в городском бюджете запланируют средства на установку пандуса, но его, возможно, сконструируют только в следующем году. Екатерина Волкова, Владимир Семенов, Наше Время. И добавлю, что обратить внимание на свои проблемы, которые не удается решить самостоятельно, можете и вы. Наши корреспонденты постараются разобраться в ситуации. Телефон редакции 310462. Звоните. Сердце немецкой культуры на Оренбургской земле. Минувшие выходные в Переволосском районе прошел большой праздник. Там отметили 120-летие основания немецких поселений в Оренбурге. Кстати, сейчас в Переволосском районе живут около 500 представителей этой нации, чья культура преимущественно сосредоточена теперь в селе Кубанка. Это самое крупное местное село. Как им удается сохранять традиции в русской глубинке, узнал Александр Ефанов. Херслих Велькомен. Оренбуржий на один день стала центром немецкой культуры. Переволосский район проводит масштабный фестиваль. Такого события здесь не видели давно. Семья Пеннер более полувека назад облюбовала оренбургские земли. И сегодня старшее поколение Пеннеров пытаются не забывать немецкие традиции, передавая секреты детям и внукам. Язык мы стараемся сохранить. Может сейчас труднее становится, но все равно стараемся разговаривать только на своем немецком языке. Мне кажется, если родители сохраняют эти традиции, это и детям передается. В любом случае язык и все обычаи. И блюда у нас стараемся где-то в одежде тоже это сохранить. На столе Пеннеров всегда можно встретить блюда под названием зонтешмюс. Это немецкий ответ нашему йогурту. Секрет напитка – добавление физалиса, который выращивают в каждом саду. Впрочем, на ярмарке в Кубанке русские немцы устроили настоящий пир с присущим радушием и гостеприимством. Угощали и тут же развлекали. Какой немецкий праздник без танцев и песен. И в итоге уже кажется, ты не в русском селении, а где-то в Баварии. На фестиваль немецкой культуры приехали представители немецкой диаспоры из 20 регионов. При этом большинство гостей фестиваля – молодые немцы, которые заинтересованы в изучении традиций своих предков. В селе сохраняется оригинальная культура, которую не встретишь в городах. И с этой точки зрения этот праздник, этот фестиваль – это уникальная возможность увидеть, узнать, как все это было исконно. Немецкий народ заселил оренбургские земли 120 лет назад. Многие в конце прошлого века вернулись на родину. Однако немало и тех, кто нашел свою судьбу в новой России. Мне достаточно легко заниматься национальной политикой, потому что во мне как минимум 16 национальностей, в том числе есть какая-то капля немецкой крови. Поэтому вот все, что здесь происходит, оно находит отголоски в душе. И вообще я хотела бы сказать, что история немецкого народа, роль немецкого народа, она как некая очень замечательная нить в общей конве, в ковре, в рисунке ковра истории народа в Оренбургской области. Мы в глубинке практически проводим мероприятия, такое крупное, можно сказать, федерального масштаба. Вот глубинка сохраняет традиции? Сохраняет, конечно. Вы видели сегодня национальные кухни, выставки прикладного искусства. Это говорит, что бабушки, дедушки, что делали, это сохраняется и детьми, так сказать, и внуками, и правнуками. Так что я считаю, у российских немцев есть будущее. Александр Ефанов, Константин Воробьев. Наше время. Переволодский район. И накануне в селе Кубанка Переволодского района открылся новый участковый пункт полиции. Он оборудован новой мебелью, кондиционером, современной оргтехникой, в общем, всем необходимым для комфортной работы с местными жителями. Телефон, факс, принтер, три рабочих места, интернет с выходом на наши базы данных, соответственно. В опорном пункте полиции будут нести службы четыре участковых, обслуживающих близлежащие населенные пункты. Время спорта. Арчанка Ксения Задворного выиграла золото юношеского первенства Европы по дзюдо. Российские дзюдоистки в возрасте до 18 лет стали первыми в истории чемпионками Европы в командном турнире. По ходу соревнований подопечные Ирины Родиной обыграли соперницы с Грецией, Германией и Италией. В финальном поединке россиянки сломили сопротивление сборной Хорватии. Обладательницей золотой медали в составе сборной России стала воспитанница Орска школы дзюдо Ксения Задворного. Наша дзюдоистка выступала в Болгарии весовой категории 63 килограмма. За другими новостями из мира спорта внимательно следит наш обозреватель Сергей Тыщенко. Сетка кладочная от 17 рублей. Суперстрой. Доверяй качеству. 66-45-45. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Снова вместе «Оренбургская надежда». У ГМК сыграют в одной группе в розыгрыше женской баскетбольной Евролиге сезона 2015-2016. Жеребьевка главного клубного турнира «Старого света» состоялась накануне в Мюнхене. В соревнованиях примут участие 16 команд. Три клуба представят Россию, «Оренбургская надежда», «Катеринбургская УГМК» и «Курская Динамо». Желтый бордовый сыграет в группе «Б» компанию. Оренбургскому коллективу на предварительном этапе турнира составят УГМК турецкий «Кассери», польская «Висла», испанская «Жерона», французский «Бурж», бельгийский «Кастерсбрен» и чешская «Прага». Добавлю, что стартует турнир 14 октября. В стартовом матче группового раунда «Оренбургская надежда» сыграет дома с испанской «Жероной». Сарматы вышли на лед. Новоявленные участники чемпионата молодежной хоккейной лиги провели первую ледовую тренировку. Пока ледовая арена «Звездная» еще только готовится к приему хозяев, команда отправилась в ближайшее спортсооружение, а в Олимпиад, что в пригородном. Ежедневно сарматы проводят двухчасовые занятия, отрабатывая индивидуальные командные действия. Работы много, тренируются хоккеисты с полной самоотдачей. Так раз мы понимаем, что место в основном составе не гарантировано никому. Предварительно мы вызвали 27 человек, из них три вратаря. Ребята будут подъезжать, уезжать, это никому не секрет, это хоккейная жизнь. Кто-то будет подходить, кто-то будет не подходить. У кого-то будет коллективный, неколлективный игрок, технические базы. И вообще много факторов, которые... Вообще хотим создать здоровый, хороший коллектив, боеспособный, который будет бороться за самые высокие места. И пока это все новости спорта. До встречи. На этом все. Хорошего вечера и успешной рабочей недели. До встречи. Классика часового искусства самых известных брендов. Ковер, Чармэкс, Апелло, Континенталь, Алфекс. 100% швейцарское качество и элегантный дизайн. Магазин часы на Советской 44. Проверено временем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok